Осталось меньше двух недель до того момента, когда энергетические санкции против Мордора сработают прямо и непосредственно. До 1 августа закупки энергоносителей из Залесья, если и ограничивались, то по собственной инициативе как потребителя, так и поставщика. В ряде стран, которые готовились именно к такому развитию событий, уже полностью отказались от таких поставок задолго до дедлайна. В части стран это сделали конкретные компании, которые закупали энергоносители у путинских структур, тоже не дожидаясь момента, когда сработает прямой запрет. Причем эти компании явно прилагают усилия для того, чтобы переключиться на других поставщиков и при этом несут неизбежные издержки. Тем не менее, комментируя такие решения, ряд представителей бизнеса заявил о том, что действуют они исключительно прагматично и посчитали, что продолжение торговли с Путиным принесет неизбежные репутационные потери. Причем эти потери будут иметь долгосрочный характер и в итоге превысят издержки, вызванные переориентацией на других поставщиков. С другой стороны, путинская братва и сама налегает на вентили, например, в плане поставок газа, и поэтому результат получается одинаковым, а именно сокращаются закупки этих энергоносителей. А вот с 1 августа Германия официально прекращает закупки российского угля. Пускай эти закупки не были какими-то гигантскими, но тут дело уже не в объемах, а в неотвратимости процесса. Напомним, следующий шаг отказа от энергоносителей из Залесья произойдет с 1 января следующего года. Проще говоря, немецкие потребители могут получить последнюю партию нефти Юрлс 31 декабря текущего года и после этого – все. Тут важно то, что, понимая всю сложность ситуации в энергетическом секторе экономики, Германия последовательно движется по утвержденному пути. О том, что с 1 дня августа угля из Мордора в Германии не будет, заявил заместитель министра финансов Германии Йорк Кукис. Понятно, что это все сигналы, которые посылаются тем, кто их может принимать и интерпретировать. Только что Газпром остановил на профилактику свой газопровод «Северный поток-1», как бы намекая Берлину на то, что перекрытой трубой Путин намерен устроить вырванные годы. И вот Министерство экономики Германии показало, что намек понят, и устами замминистра дал четкий ответ – мы приняли решение и не свернем. И по большому счету вся эта распасовка имеет куда больший смысл, чем это себе представляют в Кремле. Обычная игра в сумасшедшего эйфана или кто моргнет первым – здесь неуместно. В Германии ведь не просто сигнализируют Москве о том, что они действуют по утвержденному плану и начинают отстегиваться от поставок из Мордора. Этим говорится, что правительство сейчас работает на повышенных оборотах, чтобы комплексом мер провести максимально быструю переориентацию на новых поставщиков. Проще говоря, прямо сейчас Германия закладывает основы нового партнерства в энергетической сфере, где уже не будет места монополистам, как это было в связке Меркель-Путин, и уж точно не будет места Федерации и ее энергоносителям. Но, скорее всего, в Кремле такой сигнал не захотят принимать и будут кормить себя иллюзиями в том плане, что надо проявить решительность и дожать мягкотелых европейцев. Но чем больше Москва наращивает давление, тем более решительно от нее будут уходить те страны, которые еще вчера были вотчиной для путинского сбыта основных экспортных позиций. По большому счету, ему сигнализируют о том, что его присутствие на европейском рынке пришло к своему концу, нравится ему это или не нравится, и развернуть ситуацию в обратную сторону уже не получится. Совокупность угроз и давления перешла точку невозврата, и теперь все. Однако нежелание гопника понимать эти сигналы в данном случае не очень-то и важно. Тут важно то, что их умеет читать Китай, становящийся чуть ли не монопольным потребителем мордорских энергоносителей. А уж он точно знает, как воспользоваться таким положением. Китай. 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 Китай.